Я хотела снимать влог-переезд, но, ребята, это было слишком сложно. Сейчас это последние 30 минут в этой квартире. И я хочу... Тут очень странно. Мозг у меня странный, а не тушь. Давайте скажем пока. Нормально, очень красиво, как обычно. Мы пришли... Неважно, куда мы пришли. Мы пришли в Икею, чтобы купить всякие предметы. Всякую корень для новой квартиры. Сейчас мы кушаем. Снова, покажи, что ты ешь. Давай, ты будешь есть и покажешь, что ты ешь. Давай. Покажи, что ты ешь. Ну, сава ест, а удав ест. Ага. Сава, да? Ну, а ты ешь, покажи, как ты засовываешься это в рот. Ну, он еще пьет. Дай мне подержать. Подожди, 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 стань. У меня вот пепси. Не-не, просто чтоб не так так. Мы такие тоже. Вкуснее, чем пепси, смородиновый, лимонад. Дай его побольше. Ты что-то ешь? Нет. А вот я хочу бороться. Лучше по ней бороться, пожалуйста. А я с супами. Наоборот. Со своим грибным супом они, видимо, так россиянам... Нам нужно было купить стул. Я. Вот, зеркало, там всякие, там, типа массы. Но в итоге... Активизир. Да. Я не знаю, мне очень тяжело выбирать. Я еще думаю. Нравится ли мы то, что пофоткали и ничего? Зеркало, что-то мне не дошли. Ага. Я не могу выбрать, да или нет. Не могу понять. Мне очень тяжело. Но, скорее всего, да. Вот она. Короче, не знаю. Это что? Победы. 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 Очень тяжело выбирать что-то, очень тяжело. Потому что... Доставочка такси, да? Не, спасибо большое. Ну а зачем ударяться? Сядь спокойно в тележку, я тебя буду катать. Не дам я тебя... Сначала думала, что я доставочка такси. Смотрите, какие классные зеркала. Два зеркала пошло в комплекте. Одно зеркало поменьше, одно зеркало побольше. И очень-очень клёвые. И купили мы их в Икей. Так что... Берите на заметку. В другом полном они были. Да, в другом были какие-то. Я их не знаю. Лебель, вот я уверена, он здесь собрал. Вот такая вот, вот такая вот, вот такая. Им будет интереснее, если уже было старше Олега. Сегодня мы все даем. Не, а он... СОЯ! Ты же любишь снимать на эту камеру. Он это... СОЯ! Мы еще когда переезжали, там жарко шоу как-то рядом. Что освободили? Ой! Что? С комфорта обидно. Родители... Ой, родители. Мама и Савелья сегодня уже улетают. И у меня начинается опять самостоятельная жизнь. И на посеток мы решили сведить все в центральный детский магазин. И все, сейчас мы просто здесь гуляем. Вот такие пирожочки. А еще я очень сильно пухла сегодня, потому что спала очень мало. И всю ночь собирала из Икеи всякие там шкафы, столики. Вот. Вот он. А он управляет там, что ли? Да. Ты управляешь? Это ты управляешь? Неужели я фокусил? На своей волне. Я похожа на пятилетнюю девочку. Или на снеговика. Или я не знаю, на какую жду я могу быть похожа. Потому что на улице чертова зима. Вот. И я сейчас иду на день рождения к Лисе. Вы все ее прекрасно знаете. Мне сейчас нужно было поехать и забрать ее подарок на один-другой конец Москвы просто. Вот. Потому что это тот подарок, который я очень сильно хотела. Но я как-то ляпну то, что я ей подаю этот подарок. И пришлось дарить. Вот. Это, короче, фигура ее любимого актера. В полный рост. Картонная. Вот. И я сейчас иду ее забирать. Вернее, я иду сейчас на МЖК. И по МЖК я поеду. Собственно, за этой фигурой. А потом я поеду уже к Лисе. Я здесь в Худею. Я припучиться заехать и купить какие-нибудь цветочки. Или, может быть, шарики хотя бы. Потому что все-таки день рождения у человека. И как-то так. Вот. А еще сказали купить алкоголь. Типа, ну, кто приходит, каждый будет фигурить какой-нибудь алкоголь. Но проблема в том, что у меня нет паспорта. Он в МФЦ. И я не знаю. Мне кажется, у меня не придут алкоголь. Потому что прав у меня тоже нет. И никаких документов, по которым я могла бы купить алкоголь. У меня нет. Мы пришли на день рождения Лисы. Можно я тоже паспорта, да? У меня сейчас прокорит мою шею. Оно прям щит. Слушай, я могу сгореть от пепела? Лиса. От пепла. От пепла. От пепла. От пепла образования. От пепла. Ура. Скоро пойдет, да. Как ты прожгла? Как ты прожгла? А зачем лед? Меня обожгли, а у меня там дырят. А, угу. О, как дырят, уход в водички. А она, короче, просто дула. А тебе зачем, лед? Ну, только вот чуть-чуть. Какие вы все нежные. Ну, да, ты давай пальцем какой-нибудь засунем. А, да не, ничего не было. Ей не наливать. Да поздно уже об этом говорить. Я еще все запила. Это что же у тебя тогда? О, господи. Я пришла домой после дня рождения Лисы. И здесь меня ждала посылочка. Я, наверное, выключила всю музыку. И дома меня ждала посылочка. Ну, как ждала? Я ее получила и уехала. Вот. Это телевизор. А это мой компьютер. Мой любимый сладкий компьютер. Он был со мной. Я его не видела два года. Вернее, я его видела. Но я не работала на нем два года. И я так рада, что он приехал ко мне. И мне так хочется его распаковать. Да, сейчас понимаю то, что я сбрасываюсь распаковать его на камеру. Но я понимаю то, что если я сейчас его начну распаковывать, я его достану, оставить мне пока его некуда. Только в среду привезут полку, ну, столешницу, на которую я планировала его ставить. Поэтому, скорее всего, мне придется подождать до среды. Черт. Вот. Потому что у меня еще следуют трительные работы. И если у меня будет здесь телевизор, ой, здесь компьютер распакованный, то это не очень безопасно, мне кажется. Поэтому я, наверное, не буду его распаковывать. Отменяется анбоксинг. Но предлагаю вам вместе со мной замутить ивнин-крутин. Что вы на это скажете? Потому что теперь у меня есть зеркало, и я могу мутить ивнин-крутин. Наконец-то. Потому что... Зеркало у меня было 4 дня. Я смотрела с камерой телефона фронтальную. Вот. Сейчас я немножечко делаю неполноценный свой уход за кожей лица, поскольку я еще не распаковала все чемоданы, не распаковала все коробки. Так что половина... Ой. Половина моих каких-то кремчиков и различных тюбиков еще запакованы. Вот. Но мне недавно пришла классная маска, светодиодная. И я очень хочу его пробовать наконец-то, потому что до этого у меня не было возможности и времени. Сегодня хоть уже и час ночи, но время есть. Завтра, благо, вставать сильно рано не нужно. Так что сейчас я смою свой макияж обычно мицеллярной водой. Это вот такая простая мицеллярка от Невея. И затем мне нужно будет нанести какой-нибудь уход. То есть это может быть просто крем, это могут быть какие-нибудь там масла. Но я, короче, слышала то, что мне девочка сказала, посоветовала, скажем так. После того, как ты смываешь свой макияж мицеллярной водой, нанести какой-нибудь крем увлажняющий, допустим, ночной или какой-то обычно наносишь перед сном. И нанести какую-нибудь сыворотку. И только после надеть маску, эту светодиодную. И тогда будет вау-эффект. Сейчас мы с вами, пацаны, это проверим. И, кстати, если вы будете спрашивать по поводу прически, типа, как сделать такие небрежные кудряшки и такую вот челку, как я уложила, guys, я просто не расчесывала и не выпрямляла волосы. Вот, потому что я утром... Я помыла голову на ночь, утром проснулась, пришли строители, я не успела выпрямить волосы, я завязала просто хвост. Я так ходила весь день, и я поняла то, что вау, а это ничего, такая прическа, мне нравится. Я планирую так ходить еще и завтра, и послезавтра. Но потом уже придется мыть голову. Короче, идем, посмотрим кеш. Пойду я, пожалуй, переоденусь в домашнюю одежду, а то я забыла это сделать. После того, как я смыла свой макеж макелярной водой, я использую тоник от Kiehl's. Он очищает всю кожу от всяких скрестнений и так далее, и тому подобное. То есть, абсолютно недавно я открыла для себя такую вещь, как тоник. Блин, мне очень нравится, как лежит моя челка сейчас. Это совершенно необычно, как во мне. То есть, она прям очень странно легла, но очень прикольно легла. Сейчас я приготовлю себе кроватку для сна. Ей, бой. Вот она, эта маска. Собственно, я надела маску, но проблема в том, что она у меня велика. Типа у меня очень маленькая, ну, короче, она за мной не закрепляется. И я не знаю, что делать, у нас у меня спадает. Я не могу все сидеть, она скатывается по моему носу. И это чувство мне приходится вот так все время. Ох-хоп. И обратно. Вот. То есть, у него еще дискомфорт. А так, не знаю. Я включила зеленый. Зеленый свет – это восстановление баланса кожи. Уменьшает секрецию кожного силы, восстанавливает водный баланс. Снимает стресс. И говорит, блин, как пятна с меня слетает. Ну, короче, 15 минут сидим, ждем. И посмотрим, становлю я красоткой или нет. Итак, я закончила процедуру. Походу, пришло уже 15 минут. Что я могу сказать? У меня остались такие следы на носу. Вот. Не знаю. Посмотрим завтра на состояние кожи. Блин, да эти следы, конечно, вообще есть. Единственное, она немножечко неудобная. Она с меня слетает. Мне пришлось все это время вот так вот поддерживать, чтобы она не упала. Потому что она очень тяжелая. Она перевешивает. И... Ну, так прикольно. Было необычно. Правда, мне написали то, что эти маски, они могут плохо влиять на зрение. Не знаю. Надо почитать эту тему. Может быть, действительно нужно быть аккуратным. И не использовать ее так часто. Или вообще не использовать. Вот. Сейчас я, наверное, просто посижу в телефоне и пойду уже спать. Потому что уже поздно. Вот такая вещь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...